Всем привет, ребят! С вами снова Диана и далекой весной я выкладывала видео, которое называлось Хэштег Накипела. Оно получило безумное количество фидбэка, позитивного фидбэка и вашу поддержку, что самое главное. Мне это все очень понравилось и я думаю, что буду продолжать делать видео на эту тему и даже сделаю рубрику отдельную, которая будет называться, как вы догадались, Хэштег Накипела. Но смотря, конечно, по вашему интересу, я буду выкладывать такие видео примерно раз в месяц, либо раз в две недели. Посмотрим, как это все будет. Темой сегодняшнего видео является дружба. Для начала предыстория, как я вообще решила что-то записать на эту тему. Недавно меня буквально спросили на Аске, Диана, пожалуйста, пиши видео, обзор про своих 10 близких друзей и смешные истории вместе с ним. И когда я прочитала этот вопрос вслух, со мной она была моя подруга любимая, и на что она усмехнулась, сказала, у кого есть эти 10 близких друзей? Если человек, который задал мне этот вопрос, сейчас смотрит меня, пожалуйста, 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 не обижайся, я ни в коем случае не смеюсь над тобой. Просто у меня, не знаю, может быть я такой человек, но у меня и у моей подруги, у нас нет этих 10 человек, которым можно довериться, близкие люди. Их нет. Их максимум может быть 5. Но 10 мы сочли, это слишком много. Если же у тебя есть эти 10 замечательных друзей, то пожалуйста, 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 береги их, потому что друзей в наше время очень тяжело найти, тем более хороших. И я ни в коем случае опять-таки не смеюсь над тобой, просто я может даже смеюсь как-то над собой, что у меня нет настолько много хороших людей рядом со мной. Конечно, у меня есть знакомые, хорошие знакомые, у меня есть друзья друзей или люди, с которыми я очень хорошо общалась раньше, но сейчас мы прекратили наше общение по каким-либо причинам. Но именно друзей друзей, наверное, все-таки у меня будет штук 5 максимум. И то из них пара-тройка человек, это те люди, с которыми я постоянно общаюсь, с которыми у меня всегда есть контакт, которые знают все, что происходит в моей жизни, которые поддерживают меня всегда, и я их всегда поддержу. И есть пара других людей, которые мне также очень дорогие, но мы с ними так не общаемся. Почему? Потому что я живу тут, они живут там, и очень тяжело нам как-то общаться между собой, у нас жизни текут и бегут вообще в разных направлениях, и очень тяжело уследить как бы и за собой, и за ними. Но опять-таки я считаю, что если когда-нибудь что-то плохое у меня случится, и я приду к ним, они меня всегда примут. Как бы я в этом точно уверена, 100%. И именно поэтому они, в принципе, входят в эту пятерку, да. Вообще, этот год как-то показал мне вещи какие-то о дружбе, которые я не знала до этого, и которые я не могла воспринять, наверное, до этого года. Поэтому я хочу поделиться немножко с вами. Мне сейчас 17 лет, если кто не знает, и не хочу сказать, что я прям такая взрослая и знаю очень много об этой жизни. Нет, совершенно нет. Но я могу вам сказать точно одно, что когда мы с вами были младше, то жизнь была гораздо легче. Потому что друзьями твоими были все, кто с тобой общается, и с кем тебе нравилось общаться. Но с возрастом ты взрослеешь и смотришь на какие-то вещи совершенно по-другому. И тяжело найти людей, которые оценят твою перспективу, которые поймут тебя и которых будешь понимать ты. Я считаю, что я очень-очень счастливая девочка, что у меня есть эти пять человек, которым я очень-очень доверяю, которым я могу высказать все, что я думаю. И они меня всегда поймут. Может быть, не всегда согласятся, но всегда как бы респектабельно отнесутся к моему мнению. Знаю, может быть, это только я, но сейчас мне очень тяжело найти какой-то общий язык с людьми. Хотя я вам скажу, что я экстраверт вообще, то есть мне нужно это общение с людьми. Я люблю с людьми общаться, люблю знакомиться с огромным количеством людей, и мне как бы это нормально. Но именно сейчас, на данный момент в своей жизни, я понимаю, что есть очень много каких-то критерий, которых я требую от человека. И не факт то, что они все у меня есть, нет, абсолютно нет. Но почему-то моя какая-то планка, чтобы хорошо с человеком общаться, она взлетела вот, наверное, отсюда до сюда. И все потому, что, опять-таки, чем взрослее ты становишься, ты хочешь общаться либо с людьми, которые твоего уровня, либо которые даже умнее тебя в чем-то или лучше тебя в чем-то, чтобы чему-то научиться, чтобы что-то вынести из этого вашего общения. И если люди тебя тянут вниз, если тебе неинтересно с ними общаться, если ты не понимаешь их больше, чем ты с ними соглашаешься, то я считаю, что это общение должно прекратиться. Я говорила до этого в разных видео, что теперь, когда я приезжаю в Россию, мне очень скучно там, потому что у меня нет людей, с которыми я могу пообщаться. И именно по той самой причине, которую я вам только что сказала, это то, что люди в том городе, по крайней мере, те, кто когда-либо с вами общался, мы сейчас настолько на разных этапах своей жизни, где я живу в другой стране, живу одна. Как бы у меня очень много вещей происходит, которые им очень тяжело понять и объяснить. И поэтому, да, мы не общаемся больше. Именно по той самой причине, что мы ушли, ну, чтобы развитие, мировоззрение. Не знаю, как это вам объяснить. Так что я даже не знаю, либо я очень сложный человек и смотрю на это все с такой стороны, где для меня слишком, наверное, много критерий. Хотя я считаю, что я не очень много хочу от человека, я просто хочу, чтобы он был похож какими-то качествами на меня. Но мне очень интересно, что вы думаете. И, пожалуйста, напишите мне в комментарии, что вы думаете о том, что я вам сейчас сказала. И вообще, что вы думаете о дружбе и каких вы выбираете, наверное, себе друзей. Потому что мне интересно послушать вас. Но что я хочу, чтобы вы и я сама, наверное, вынесли из этого видео, так это то, что хороших друзей очень тяжело найти. Хороших друзей очень легко потерять, как, в принципе, и все в жизни. И поэтому каждый раз, когда вы с человеком и вам с ним очень хорошо, и вы понимаете, что вы очень похожи, и вы смотрите на вещи одинаковыми глазами, одинаковыми перспективами, то, пожалуйста, держите этого человека и не отпускайте. Как бы это сейчас странно ни звучало, но таких людей будет мало и единицы. Мне кажется, когда мне будет лет 20, хотя это будет буквально через 3 года, может быть, пожалуйста, у меня будет, наверное, 2-3 человека, с кем я буду общаться на тот момент. И пусть даже так, но я буду уверена в них, и я буду очень-очень ими дорожить. Потому что я знаю, насколько легко забыть человека, знаю, насколько легко как бы как-то отдалиться друг от друга и не общаться из-за этого. Поэтому, да, если у вас сейчас есть хороший друг, хорошая подруга, может быть, их 5 человек, может быть, их 10 человек, пожалуйста, держитесь за них. Люди социальные существа, и нам с вами нужны подобные нам. Поэтому, да, это все, что я хотела вам сегодня сказать. И не забудьте написать мне в комментарии. Также у меня есть фокус в ВКонтакте, где я выставляю видео не так часто, как хотелось бы, потому что сейчас у меня учеба. Но, если хотите заглянуть туда, еще задавайте мне вопросы на Ask для моих видео Q&A. И, если хотите заполнить меня на Инстаграме, там все тоже есть. Я вас всех очень-очень люблю и надеюсь, что вижу вас в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok